всем привет youtube привет сегодня поговорим о жидкостях для смывки клея какой кто применяет вопрос довольно актуальный принципе тех кто давно занимаются уже определились но до сих пор люди есть которые не знают чем снимается клей и пользуются еще шпателями фенами и прочим в общем у людей морока я решил сделать такую коротенькую зарисовку по этому вопросу чтобы расставить так сказать все точки над и с чего начиналась у меня это эпопея я в каком-то видео увидел во вражеском то ли англичан то ли еще у кого-то было такой баллончик мы не именно этот а похожий им брызгали что это было похоже тоже экспериментаторы были похожи на разноску обуви я его взял и начал экспериментировать вот в итоге начала получаться вот как бы аналог весь смысл заключается в том что вся эта фигня в баллончиках таких она на спирте потом я начал экспериментировать вот он изопропиловый спирт на других там кто-то писал ацетон в данном случае вот здесь 646 растворитель кто-то уайт спиритом кто-то вот таким r12 смывка силикона вот здесь у меня налить спирт а вот это бензин то есть в принципе любая жидкость которая является активным поверхностным веществом должна проникать между лаком и клеем и способствовать тому чтобы клей снимался но мы как бы никому не верим сделаем небольшой тест как же это все отклеивается есть вот у нас подопытный образец для этих целей учебно-тренировочный капот нивовский заводской покраски он тут весь измученный я на нем периодически тренируюсь вот и приступим и посмотрим что как продолжаем вот наши 9 образцов точно так же наклеена и здесь начинаем начинаем с разноски обуви тут клей еще чуть-чуть горячеват начинаем отсюда как мы видим удаляет прекрасно ну как бы результат отличный вот поехали дальше берем здесь у меня налить спирт сейчас смотрим то же самое идеально продолжаем и запропиловый спирт у нас тоже самое отлично то есть все что на спирту прекрасно работает идем дальше ацетончик лим ацетон несколько неаккуратно то же самое отлипает очень хорошо но после ацетона даже заводское покрытие он как бы пытается под растворить то есть это не есть хорошо один так сказать минус уже есть с ним надо поаккуратнее лучше конечно им не пользоваться 646 растворитель наливаем то же самое отходит хорошо но красочку тут заводская покраска он как бы менее агрессивный продолжаем следующий кандидат это у нас уэдспирит посмотрим то же самое отлично отлично справляется следующий кандидат следующий наш кандидат растворитель р-12 это обезжирка или антисиликон кто как понимает но данном случае написано русским по белому обезжириватель смотрим как он себя поведет отлично ну еще один у нас кандидат остался это бензин вот он наш крайний кандидат это бензинчик вот такого он цвета у нас на заправках продается это 92 бензин то же самое справляется очень хорошо казалось бы все хорошо все снимает все как бы работает теперь поговорим о других факторах вот они наши кандидаты слева направо значит это у нас разноска для обуви которую в состав входит там какое-то количество спирта дальше ацетон изопропиловый спирт вот в банке из подвиги налитой у меня 646 вышел вот этой бутылочки с брызгалкой спирт питьевой потом у нас идет вот уайт спирит r12 смывка силикона или обезжирка и бензин в принципе все кандидаты справились казалось бы какие проблемы можно любыми пользоваться я вам просто подскажу некоторые нюансы которые как бы я для себя вывел для начала бензин начнем справа налево по порядку вот бензин во первых воняет во вторых как бы когда работаешь в чистом там разводики всякие остаются вот надо работать аккуратно чисто воняет это все но я убираю как бы бензин не такой дорогой там пусть 30 35 рублей литр дальше что касается вот обезжирки ну как бы красиво удобно но опять же цена на него дороговато также как и все вот эти вот растворители и прочее вот я их отвожу в сторону и воняет и как бы недешево точно так же вот изопропиловый спирт он воняет не очень-то приятно и так как бы запаховый в малярки хватает ненужных я его тоже убираю что касается вот этого значит растяжителя вот такой флакончик стоит там 170 рублей ну куда нафиг тоже дорого что касается ацетона он может накосячить особенно на поверхностях которые некачественно окрашены плохо подготовлены или еще какие-то моменты не высушенные поверхности если вы там занимаетесь вот может наделать делу поскольку ацетон все-таки под растворяет лак какой-то степени даже заводское покрытие вот то есть все я это в итоге отмел я работаю сейчас пользуюсь только спиртом вот почему цена невелика грубо говоря там 5 литровая канистрочка стоит там на 500 рублей и и хватит вот и он не воняет не оставляет таких сильных разводов то есть я бы всем советовал заниматься вот таким образом обычным питьевым спиртом кто-то и самогонку льют все но в принципе можно делать чем угодно лично вот мое мнение я как бы это все перепробовал пересмотрел самый лучший вариант для меня еще раз повторюсь для меня это обычный спирт вот он не воняет или если воняет то не так сильно вот только прошу не путать не надо употреблять его внутрь надо употреблять его по делу потому что если его употребить можно забыть то для чего вы его первоначально приготовили вот такой вот вывод в магазинах различных интернетах и прочее продаются жидкости спец жидкости концентрированные жидкости ну там цена просто скажем так неадекватно их там подкрашивают отдушки всякие добавляют чтобы сбить с толку но принцип один должно быть поверхностно активное вещество и в данном случае спирт самая так сказать нейтральная по действию и по качеству действия вот то есть мой выбор в данном случае является обыкновенный питьевой спирт всем удачи пока 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 Продолжение следует...